Приветствую вас. Ну что же, давайте разберем ваш вопрос. Наверное, я начну с того, что у меня довольно много внутренних проблем, пишет автор. Ну, у всех они есть. Иногда я думаю, что у всех такие же проблемы как у меня, но большинство людей как-то с этим справляются, то почему у меня не получается? Ну, здесь многое зависит от того, что вы считаете справляться с проблемами. Уже довольно долгое время я пытаюсь проработать свою проблему, постоянно откладывать дела на батл или отсутствие какого-либо желания что-то начать. Значит, здесь у нас получается прокрастинация, да, и нежелание что-либо делать. Значит, очень часто именно прокрастинация очень часто является каким-то таким признаком того, что человек боится неудач. Человек боится ошибки какой-то. Человек боится каких-то моментов, вот, связанных, может, с тем, что последует. Ну, условно говоря, за тем, что человек будет делать. То есть, соответственно, речь идет о страхе. Речь идет о страхе. Речь идет в первую очередь про страх. Вот. И речь идет в первую очередь про, ну, условно говоря, то, с чем, значит, связано это самое дело. Вот. То есть, то, что, как-то вот, то, что для вас является, собственно говоря, этим делом, да, вот, представляет из себя не просто это дело, а что-то другое. Вот. There you have to think. Об этом, и то, что, конечно, не очень информide. Вот. Вот. Ну, тут, вот, очень, конечно. Вот. Ну, ты. Ну, ты. Тут. Ну, ты. Ну, это, конечно, очень важно, конечно. Вот. Ну. Ну, понятно, что, ты. Ну, панишь... Вы видите, что ли он 그럴 вам the room, конечно. Вот. Ну, ну, конечно. Ну, понятнее, вы видите, это, что-ликти. И вот. Ну, ну, это вот. Ну, это позволяет. для вас это дело, что для вас означает, и ещё, то, что вы вот, ну, хотели бы, то, чем вы хотели бы заниматься, с каким вызовом вы, грубо говоря, сталкивает, вот, понимаете, да, какая штука, очень важно это понять, а прокрастинации это правильно, значит, выбегая, немножко вперёд, хочется сказать, что, ну, ваши отношения, значит, с папой, да, вот, они также влияют, ну, достаточно сильные, на то, как, вот, вы относитесь к, ну, своей работе, вот, понимаете, да, то есть это вот, в данном случае, ну, как-то можно говорить, наверное, про суспомины, перед, ну, допустим, вашим отцом, отцом, вот, и соответственно, это, то есть мы сейчас, потому что, ну, быть может, вы, как-то, вот, чувствуете, что, в первую очередь должны, в первую очередь, именно должны, 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 вот, что-то, своему папе, например, вот, и это, конечно, же, немножко, несколько так вот, дефориентировать, то есть, ну, мешает, как, как-то мешает, там, ну, грубо говоря, вверх, ну, как-то, проявлять, да, вот, мешает, как-то, вот, ну, свободнее, может быть, может быть быть, и так далее, это вот, к сожалению, та реальность, в которой вы можете находиться. А следующий момент, то, что вам не хочется что-либо начинать, здесь, пожалуй, ключевой момент заключается в том, что вы именно не хотите начинать, то есть, ну, вам элементарно, банально, тяжело, нелегко именно начинать, что-либо. И, соответственно, на мой взгляд, вот, нужно, нужно смотреть, что для вас означает начинание, что это такое, что это такое, что такое начинание, да? Почему это, почему это начинание? Почему это именно начинание? Начинать, на самом деле, тяжело, если мы посвящаем этому как-то вот, ну, все наше время, нашу энергию, вот, наши силы, если мы все это посвящаем начинанием, вот, то, само собой, нам тяжело, само собой, нам тяжело, нам трудно, само собой. Вот, тут дело в том, что вы, судя по тому, что я могу видеть, обращайте внимание именно на начинание, вот, почему-то. То есть, главное не делать, а главное, вот, собственно, начинать. На это вы обращаете свое внимание, почему-то. значит, нужно смотреть, а следствие чего вы на это обращаете свое внимание, да? Ну, соответственно, уже как-то и входя из этого, да, можно, ну, и входя из этого, можно уже о чем-то говорить будет. Вот, ну, кроме того, не слышно, что у вас есть депрессия. Вот, если у вас такое вот состояние депрессивное, вот, если оно есть, то нужно, конечно, смотреть. То есть, нужно, нужно смотреть, а, как оно, это депрессивное состояние себя проявляет, да? Вот, где, как, где, как, ооо, в чем и так далее. Ну, это довольно важный момент, как мне кажется, в вашей ситуации. Дальше. Дальше. Я здесь не нашла работу, продолжаю сидеть на шейфе своего отца, который уже получает пенсию, от чего вдвойне совесть не пишите вы. Ну, во-первых, весь ключевой момент заключается в том, что вы требуете от себя, пожалуй, найти работу. Вот. А это, на мой взгляд, не лучшая идея. То, что вы, то, что вы требуете от себя это сделать. Вот. Вот. А, по-паму-что. А здесь, на мой взгляд, вы, ну, вот, знаете как, в какой-то степени, да, себя предаете. то есть как это работает грубо говоря как это работает это работает так что для вас ну во сне именно работать если всем что-то делать понимаете да ну и опять же выяснять как так получается например что для вас важнее а ну и именно работать нежели что-то делать то есть получается что что вам не интересно вам ну не интересно ничего вам нет нет интереса понимаете какая штука то есть это на мой взгляд очень важный момент на которых нужно обратить внимание а как вы к этому приходите дальше вроде бы и на ассортирование ходила и общалась с предполагаемым работодателем но то ли для того что я не нашел не способна то ли для своей чрезмерной линии без ответственности ничего не выходит а что именно не выходит а что именно не выходит у вас ну вот конкретно буквально то есть ну наверное даже сначала нужно определиться с тем чем вы хотите заниматься и дальше смотреть на опыт ну на способы получения этого опыта вот и дальше в первую очередь быть нацелены на опыт что вы вы конечно понимали бы если бы не были нацелены на работу ну в отличии от этой ситуации вот так далее при которой сейчас вы сейчас нацелены на совсем другое вот Но, само собой, человеку безопытно сложно пройти собеседование, потому что на его фоне всегда будет более выгодно выглядеть те, у кого опыт уже есть. Дальше. С целью менять своего положения и какие-то внутренние убеждения я начал искать организации, оказывающие бесплатную психологическую помощь. А какие внутренние убеждения? Ну, шла стала ходить не только на индивидуальные консультации, но и на групповые. Пока они продолжались, по моему мнению, результат минимальный был. Снова стал общаться с людьми, так как раньше-то уже эти первые недели мне выходила из дома, ходила на субботирование, хоть и были они безрезультатными. Появилось желание возобновить свое давно заброшенное хобби рисования. Окей, хорошо, а что менялось? Ну, то есть, вы... Могли ли вы увидеть то, что менялось? Как только серия занятий закончилась, спустя какое-то время все вернуло в начальное состояние. А что вы делали, чтобы оно не вернулось? Почему не продолжило? Дальше. Ничего не хочу делать, а если появляется желание, то я постоянно откладываю на потом. Ну, как бы, значит, здесь очень важно обратить внимание на то, как вы обращаетесь со своим желанием. Это первое. Вот. И второе, из чего вытекает то, что вы ничего не хотите делать. Ну, например, казалось бы, такое, наверное, простое занятие, как чтение книги или прогулка, или просмотра фильма, но желания какого-либо нет. А что вы делаете тогда? Ну, как вот? Чем вы занимаетесь? Отсюда и желание вообще что-либо начать, и как вообще это сделать, если на это желание уже нет? Ну, это очень похоже на депрессию. Ну, это, наоборот, хочется сделать, а от чего начать, не знаю. Прогуляться, возобновить поиск работы, тогда с чего начать, что я могу, и вообще способен ли я на что-то вообще. Да, это очень похоже на депрессию. Ну, вообще, а хочется от чего? Обычно задаюсь вопросами, ты вообще хочешь что-то можешь сделать? Да, вместо того, чтобы спросить, от чего я хочу. Ну, вот и ходила ты на группу и к психологу, тебе уже все буквально смысл разрешивали, а что ты? Ну, это похоже на аутоагрессию, а вот это похоже на злость к себе, но она имеет под собой природу. Ну, значит, злость на кого-то, но вот переориентирована на, значит, на других, в данном случае, в данном случае на себя, на вас. Так, эм, значит, такая ситуация в риге-то состоянии. Сидел, что тебя в жизни, на ручку вести будут, ты же всем говорила, что хочешь измениться, сама ничего не делаешь для этого. Сделаешь какое-то чудо, ну вот, чувствуется, что вам нравится себя бичевать, показывать. То есть, очевидно, что вы себя на что-то наказываете. Ну, тут мы вновь обращаемся к числу вины перед папой. Ну, это такой вот очень важный момент, как мне кажется. То есть, если вы себя наказываете, например, за то, что, ну, не оправдали ожидание своего отца. То есть, это такой вот очень, ну, очень важный момент. Дальше. Думаю, проблема только в тебе, а не в окружающих тебе людях. Ты слишком ленивая, глупая, безответственная, чтобы хоть что-то сделать. Ну, понятно, если вы себя бичуете. Ну, я и правда такая, как я себе думал. Нет, не правда. Не правда. Не правда. Только вот, эгидная личность с чертами черт, безответственная, какая-то инфантильная, не разбирающаяся как в бытовых, так и в особенности профессиональных вопросах. Скажите, а всем ваш вопрос, ну, к психологам, какую задачу ставите перед психологом. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю всего самого доброго.